Свои 8 месяцев жизни маленький Саша провел в больницах. Тяжелые роды привели к серьезному сердечному пороку. С молоком матери малыш принимал лекарства, но терапия результата не давала. Как спасали мальчика, расскажет Инна Желенко. Свои первые шаги Саша делает по больничному коридору. При рождении поставили диагноз открытый артериальный проток. Когда узнали, конечно, были очень сильно расстроены. Я долго плакала. Уже через три дня после рождения малыша взяли под наблюдение кардиологи. Но врожденный порок сердца увеличивался в размерах. Здесь был сосудик, который сообщал аорту и легочную артерию. Отверстие диаметром 3,5 мм в его крохотном сердечке врачи пытались закрыть с помощью медикаментов. Но тщетно. Так как сказали, что маленький ребенок, предложили вариант только полостной операции. О том, чтобы положить своего долгожданного малыша под скальпель хирурга, родители даже думать не хотели. Но откладывать лечение было нельзя. Значительно ухудшает его качество жизни, ухудшает его самочувствие. И в последующем приводит к ранней смерти. Спасти Сашу мог только окклюдер. Устройство, которое без последствий для организма закрывает сердечные пороки. Только стоит оно целое состояние. Таких денег семье из Донецкой области не найти. Узнала о фонде Рината Ахметова. После чего посмотрела несколько сюжетов, связанных тоже с нашим диагнозом, как детка помогает. Гуманитарный штаб Рината Ахметова после звонка на горячую линию в считанные дни предоставил малышу необходимое оборудование. Операция прошла успешно. Это полностью здоровый человек. Пройдя небольшой курс реабилитации по месту жительства, он полностью забывает о том, что когда-либо у него была операция на сердце. В рамках программы «Здоровое сердце» штаб Ахметова оказывает помощь в проведении коррекционных операций по закрытию порока. С начала года оклюдерами обеспечили уже 11 деток из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. Когда мой ребенок подрастет, я ему обязательно буду рассказывать, кто такой Ринат Леонидович, и какую роль он сыграл в его жизни. Потому что таких людей надо просто благословлять. Хорошо, что есть такие люди, которые помогли. Последнее наставление врача – и Саша готов ехать домой, играть с папой. Как только он слышит, что заходит папа, дверь открывается, все, ребенок бегом, ползком к папе. Они бегают по квартире, прятки играют. Мы бы без фонда, наверное, не справились. Фонду безумное спасибо. Инна Желенко, Евгений Якунин. Для сегодня Канал Украина.